МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сентра. Магазины ультрамодной обуви и аксессуаров. Модные операции без наркоза и скальпеля. Вот миссия скорой модной помощи. Сотни преображенных девушек и измененных судеб. Десятки профессиональных причесок и ювелирно-точных макияжей от ведущих стилистов страны. Эксклюзивные наряды от дизайнеров мировой величины. Все это скорая модная помощь. Устраивайтесь поудобнее, начинается новый модный эксперимент. Привет, это скорая модная помощь и ее ведущий Игорь Гуляев. И несравненная Виктория Лопырева. Вика, скажи, пожалуйста, а ты когда-нибудь летала на воздушном шаре? Нет, Игорь, никогда. Но ты знаешь, что я прыгала с парашютом. То, что ты смелая девушка, я знаю. И еще одну смелую девушку я тебе порекомендую пригласить к нам в программу. Ее молодой человек пригласил на первое свидание. И первое свидание, представляешь, это полет на воздушном шаре. Отличная идея, Игорь. Только я боюсь, как бы ветер не растрепал ее волосы на высоте. Ну, я думаю, что мы попросим наших стилистов не пожалеть лака для волос. А у нас с тобой очень интересная возможность поэкспериментировать в одежде. В принципе, нет никаких канонов, и поэтому мы можем одеть ее и в кэжу, и в классику. Отлично. Если нет канонов, значит, мы их сегодня и установим. Я звоню? Конечно, давай. Я приглашу сразу ее в салон, чтобы сэкономить время. Здорово. Алло, привет. Это скорая модная помощь и Виктория Лопырева. Мы с Игорем увидели твою анкету и решили пригласить к нам. Здорово. Пиши адрес. Привет. Привет, Яна. Привет. Расскажи мне, пожалуйста, для начала, не ошибся ли твой парень с выбором места для свидания. Высоты ты не боишься? Нет, конечно. Прокатиться на воздушном шаре – моя давняя мечта. Тем более, я прыгала с прошутом. О, твоя коллега. Отлично. То есть, он попал в самую точку? Верно. Так, получается, вы давно знакомы, раз он знает все твои пристрастия. Мы познакомились несколько месяцев назад у входа в один клуб. Обменялись телефонами, и затем он пропал. Потом мы начали переписываться по СМС, и вот теперь у нас свидание. Вот мне не очень нравится его медлительность, а вот эти вот переписки по СМС он сразу должен был тебя пригласить. Скажи, а он вообще того стоит, чтобы так сейчас стараться? Да, он стоит того. Он очень красивый, высокий и встроенный молодой человек. Я думаю, что на тебе точно такого же мнения. И так как тебя природа не обделила красотой, мы сегодня постараемся сделать все возможное, чтобы ее только приукрасить. Конечно, не сомневайся, будешь красоткой. Игорь, давай не терять времени, разделимся, отправляйся в шоурум за ног шипателями, нарядами, а мы займемся имиджем. Ну все, увидимся позже, я пошел выбирать наряды. Удачи! Удачи! Ну что, волнуешься перед свиданием? На самом деле, больше волнуюсь за свое преображение. Не волнуйся, дорогая, все сделаем как надо, обещаю. А вот и Галина, наш мастер. Здравствуйте! Познакомьтесь, это Яна. Яне нужна скорая модная помощь, потому что уже сегодня вечером она отправится не на самое стандартное свидание. И куда же? У нее будет свидание со своим молодым человеком на настоящем воздушном шаре, представляете? Ооо, высоко забрались. И каким вы видите ее образ? Знаете, я всегда за то, чтобы подчеркивать те достоинства, которыми наша героиня дарила природа. Поэтому в этом случае я бы не стала менять цвет волос, но с удовольствием увидела бы какую-то хорошую структурную стрижку, которая позволит впоследствии вытянуть волосы и сделать образ элегантным. С удовольствием! Отлично! Я желаю вам удачи, приду попозже, отправляйтесь работать. Ну что, Яночка, прежде всего нам нужно помыть волосы. Вы готовы? Да, конечно. Пойдемте. Основа каждого смелого преображения – здоровые волосы. Поэтому перед тем, как приступить к работе над новым образом, стилист решил обработать волосы нашей героини питательным шампунем и оздоравливающим бальзамом. Я только что увлажнила Яне волосы от пересыхания. И сейчас мы приступим к стрижке. Образ менять волосы не будем. Только сегка уберем секущую секунду. Длинные волосы – безусловное достоинство, но оно легко может превратиться в недостаток, если им не уделять должного внимания. Даже самые здоровые волосы необходимо подравнивать раз в 2-3 месяца, иначе появятся секущиеся и сухие концы. Их стилист в скорой модной помощи и убирает нашей героине. Так как наша героиня собирается в полет на воздушном шаре, в первую очередь все вещи должны быть комфортными. Но я не забыл о том, что у нее это первое свидание. И я считаю, черное платье будет как нельзя кстати. Спущенный рукав три четверти, удобный крой, просто, лаконично и дорого. Сложно-сочиненная, закрепленная большим количеством лака укладка во время прогулки на воздушном шаре смотрелась бы неестественно. По этой причине было принято решение сделать легкую натуральную прическу. Задача несложная, и на первый взгляд казалось, стилист справится с ней за считанные минуты. Но это только на первый взгляд. К работе стилиста салона у Виктории Лопыревой возник ряд замечаний. Его действия противоречили тому плану преображения, который был изначально задуман для нашей героини. Чтобы не терять время на долгие объяснения, Виктория решила все взять в свои руки и открыть очередной секрет красоты. Мне показалось, что нашей прическе недостаточно объема, поэтому я решила показать нашей героине, как быстро и, кстати, даже в домашних условиях можно добиться объема. Раздуйте волосы феном вниз головой и потом добавьте немного лака, так как это сейчас делаю я. Важный момент – лак нужно добавить только на корни. Подобные укладки не раз дополняли образы многих голливудских икон стиля, среди которых и Скарлетт Йоханссон, и Эмбер Хёрт, и Дженнифер Энистон. Такая естественная форма придает внешнему виду любой девушке и эффектности, и обаяния. Следующий образ – это пончо из кашемира, модного цвета кэмл, крой в стиле 80-х, который придаст ее образу пикантность. К этому пончо я подобрал черные классические брюки. Я думаю, что она будет неотразима, ей будет комфортно и тепло в полете на воздушном шаре. Привет! Привет, Анюш! Вика, ты решила поучаствовать? Да, ты знаешь, я всегда люблю новый опыт. Очень хорошо получилось. Ну так какие у меня учителя? Что будем делать дальше? Знаешь, хочется какой-то натуральный макияж, но обрати внимание, у нашей героини очень необычный цвет глаз, ярко-голубые глаза, которые, конечно, хочется подчеркнуть при помощи теней, как я понимаю, бронзовых, персиковых, каких-то таких коричневых, теплых. Вот, но меня смущает зона под глазами, ее нужно хорошо скорректировать, а вообще на будущее, для того, чтобы справиться с мешками под глазами, мне кажется, нужно делать массаж лица, потому что происходит лифт-дренаж и отток крови. Да, и, конечно же, брови. Брови. Но мы ничего не сможем сделать в этот раз. Тебе нужно отрастить брови и скорректировать форму. Обязательно обратись к Тане недели через две. Эффект гладкой и однотонной кожи лица создаст база под макияж. Но перед тем, как нанести румяна и тени, необходимо хотя бы минимально исправить форму бровей. Ведь неудачный изгиб может испортить не только макияж, но и весь образ. Форма бровей имеет очень большое значение. В данном случае она у нас была неправильной, потому что самая высокая точка была по центру, а она должна быть над уголком глаза. Тогда глаз открывается. Если же она где-то в другом месте, то она стеряет с черты лица. Первое, на что обращают внимание мужчины при встрече, это не грудь и не бедра. Мужчины сначала смотрят в глаза. Именно поэтому визажист и решил сделать на них акцент, подчеркнув тем самым и интересный цвет и форму. Очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, как нестойкость декоративной косметики. Не забывайте, что даже самый профессиональный мейкап может банально поплыть. Поэтому для того, чтобы этого не произошло, я рекомендую пользоваться косметикой на основе воска и силикона. Такой макияж продержится на лице гораздо дольше не только в обычной жизни, но и на съемках. Главное, не злоупотребляйте, потому что и воск, и силикон не дают коже дышать и забивают поры. Также я подобрал легкое шифоновое платье шоколадного цвета, очень оригинальный крой на ее фигуре. Это платье может смотреться очень красиво. Я не могу поверить, что перед нами та самая девушка, которую я видела сегодня утром. Но мы же старались, это наша работа. Отлично. Я уверена, что тебе самой уже не терпится посмотреть на себя в зеркало, на новую себя. Готова? Да. Отлично. Закрывай глаза. Открывай. Вау! Не ожидала, что со мной можно такое сотворить. Мне очень нравится. Спасибо. Когда меня развернули к зеркалу, я очень удивилась. Получился приятный, нежный образ. Ну что, мы уже на полупути к заветной цели. Танечка, спасибо огромное. А мы отправляемся в шоу-рум. Кстати, мне нужно сделать звонок. Алло, Игорь, мы готовы. Я уже выбрал всю одежду. Осталось подобрать только обувь. Приезжайте, очень вас жду. Причай. Танечка, спасибо огромное еще раз. А мы побежали дальше. Пойдем. Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наша героиня отправляется на прогулку на воздушном шаре. И я подобрал ей несколько комплектов. Один из них – это пончо из кашемира цвета камел. К этому образу я подобрал вот такие ботильоны. Животный принт не выходит из моды. На этих ботильонах очень красивая завязка. Здесь бархатные красивые банты. Очень удобный каблук. И мне кажется, что эта подошва не даст подскользнуться нашей героине в корзине воздушного шара. К одному из образов я предлагаю вот такие туфли. Они на платформе, на высоком каблуке. Сделаны из двух фактур. Это кожа и замша. Эти туфли подчеркнут стать ее ноги и придадут этому образу закончен вид. К легкому шифоновому платью шоколадного цвета я подобрал классические туфли-лодочки. На очень устойчивом каблуке, на несколько тонов бледнее, чем само платье. Но это, наоборот, придаст образу большей элегантности и какой-то легкой изюминки. И, конечно же, мы можем дополнить клачем или каким-то аксессуаром такого же цвета, как эти туфли. И образ будет законченным у нас. Встречай нас, дорогой. Посмотри на преображение, которое с Яной случилось сегодня. Я остолбенел. Смотри, сейчас начнет тебя на свидание приглашать. Яна, ты от природы красивая девушка. И мастера постарались это только приукрасить. Там еще и Вика постаралась. Заметно. Показывай, что ты нашел. А сейчас приступим к моей работе. Я подобрал тебе несколько красивых луков. Вот такой вот актуальный на сегодняшний день в стиле 80-х годов. Пончо из кашемира цвета камел. Держи. Под него красивые черные брюки с заниженной талией. Я думаю, что этот образ только приукрасит тебя. Следующий наряд. Это платье в стиле Коко Шанель. Легендарное черное платье. Всегда актуальный наряд. Ну и третий наряд. Это красивое легкое платье шоколадного цвета. Но мне кажется, что оно тебе добавит лет. Да, это действительно так. Давайте от него откажемся. Ты пока отправляйся в примерочную. А мы подберем третий наряд. Давай. Игорь, если позволишь, я разбавлю твой выбор нарядом светлых тонов. Потому что свежий воздух, природа, голубое небо, зеленая травка. Хочется чего-то светлого. Потому что все-таки лето, ну, не хочется его отпускать. И мне кажется, наряд должен быть каким-то приближенным к спортивному, чтобы было удобно. Мало ли что там случится после воздушного шара. Я с тобой полностью согласен. Давай посмотрим. Я предлагаю вот такой сарафан летний, такой casual стиль серого цвета. Очень благородного серого. Мне очень нравится такой цвет. Но хотелось бы добавить какой-то яркий акцент к этому образу. Например, какой-то аксессуар розового цвета. Серый с розовым сочетается очень прилично. Да, это одно из моих любимых сочетаний. И такой аксессуар сделает для нас сегодня Саша Серова. Аксессуары для шеи всегда пользуются огромной популярностью. Сейчас я покажу вам, как можно сделать очень красивое ожерелье с помощью буст. Мы берем леску и начинаем нанизывать наши бусинки на нее. Нам понадобится два вида таких нитей. Одни будут с прозрачными бусинками, другие с непрозрачными. Одну леску я только что нанизала, а остальные у меня уже были готовы заранее, потому что процессы достаточно трудоемки. Поэтому я сделала небольшие заготовки. Далее мы приступаем к следующему этапу работы. Для этого нам понадобится небольшой кусочек шелка, который нам нужно будет шить, для того, чтобы получилась красивая лента. Лента готова, и теперь я беру остальные детали. Вот наши нити. Я их соединила между собой для удобства. Мы продеваем ленту. И завязываем. И уже в готовом виде мы отрезаем наши некрасивые оставшиеся кусочки лески. Далее мы их все заворачиваем между собой, чтобы они превратились в нечто единое. И потом с другого конца соединяем их лентой. Вот такие красивые яркие бусы у нас получились. Несмотря на то, что они были достаточно простые в исполнении, это очень кутюрный аксессуар, и я надеюсь, что нашей героине он понравится. Встречаем. Яна. Очень стильно, красиво и дорого. Превратилась в настоящую мадемуазель Кок-Кок. А маленький аксессуар – это черная сумочка. Только приукрасила твой образ. Отлично, и фурнитура очень гармонирует друг с другом. Но дайте мне добавить ложку дегтя в вашу бочку меда. Я считаю, что при яненной комплекции нужно носить с этим платьем либо плотные колготки, либо леггинсы, потому что это сформирует силуэт и удлинит ноги. Я с тобой полностью согласен. А тебе самой как? Мне очень нравится. Комфортно себя чувствуешь? Да. Ну тогда продемонстрируй нам этот наряд на подиуме, а мы посмотрим. Хорошо. Как тебе? Мне очень понравилось. Черные платья с аккуратными золотыми акцентами – настоящий фетиш тысяч модниц по всему миру. Каждый сезон десятки звезд выходят на красные дорожки именно в подобных образах, а модели поднимаются на самые высокие подиумы. В числе дизайнеров, регулярно включающих такие наряды в свои коллекции, владелец собственной марки Карла Герфильд и арт-директор модного дома Кельвин Кляйн Франциско Коста. Такое элегантное и демократичное платье уместно всегда и везде. Несмотря на то, что платье довольно простое, оно хорошо сидит на мне и подчеркивает мою фигуру. Яна. Все очень красиво и даже где-то по-французски. И сумка дополняет образ. Мне очень нравится. Вот эти мужчины, знаешь, они хвалят-хвалят, увидят, очаруются образом, познакомятся где-нибудь при входе в клуб, а потом в течение двух месяцев, может быть, напишут тебе смс. Давай по существу. Черные брюки, ноги длинные, каблуки высокие, что тоже, соответственно, удлиняет ноги. Кашемир. Будет удобно, потому что в небе, собственно говоря, может быть и холодно. И сумка действительно очень хорошо гармонирует, все по цвету подходит. Мне очень нравится. Тебе как? Шикарно. На самом деле ты прекрасно выглядишь. И у нас для тебя есть сюрприз. Подарок от нашего спонсора. Держи. Покажи этот красивый наряд на дефиле. Такое явление, как интеллектуальная мода – козырь в рукаве немногих стилистов. Простой на первый взгляд, но при этом продуманный до мелочей образ удивит своим качеством и удобством даже самых притязательных модников. Пончо – это не просто комфортный, это еще стильный и достаточно эксклюзивный элемент гардероба. Модельеры, позаимствовав пончо у народов Южной Америки еще в 60-х годах, регулярно включают его в свои коллекции, чем радуют миллионы шопоголиков. Очень красивый, элегантный образ, а главное – будет тепло и комфортно на высоте. А вот и третий наряд, который мы с Игорем тебе подобрали. Этот ближе к спортивному, и цвет такой вот благородный серый. Нам понравилось, попробуй. А тяни мы этот образ вот этим розовым аксессуаром, который, возможно, мы тебе повяжем на руку, или просто возьмем тебе на шею, и это будет как колье. Хорошо. Ты можешь переодеваться, а я пока подберу к этому образу обувь и принесу тебе в примерочную. Для трикотажного платья и блейзера нежно-серого цвета я подобрал туфли-балетки, которые сделаны из черной замши и декорированы серыми бусинами разноцветными. В этой обуви нашей героини будет комфортно и удобно. Крутой наряд. Вот ничего не могу сказать. Крутой. Потому что вот эта небрежность настолько идет тебе. Мне очень нравится. И в то же время длинная. Кстати, обрати внимание, тебе в длинном хорошо. Несмотря на то, что я всегда выступаю за высокие каблуки, в этом наряде я за балетки. Я тоже люблю, когда женщина на каблуках, но в этом образе балетки самая подходящая. То, что надо. То, что надо. Ну и, конечно же, аксессуар сделал этот образ слегка гламурным. И сочетание розового с серым – это такой классический вариант, который идет практически всем, и мне лично очень нравится. Мне тоже очень нравится. А тебе самой как? Нравится. Очень удобно и комфортно. Дефиле. Принято считать, что серый – это цвет безликости. Но если заблуждения разделяют миллионы, оно не перестает быть заблуждением. Серые кардиналы высокой моды. Вот как можно описать девушек в подобных нарядах. Такие сарафаны и трикотажные кофты сложного кроя и авангардной формы – модное явление, которое могут оценить лишь люди с хорошим вкусом. Подобное нечасто можно встретить даже на неделях моды. А значит, этот наряд – настоящий эксклюзив. Очень интересный наряд. Облегающее платье, кофты нестандартного по крое. Будет в нем очень комфортно и удобно. Итак, пришло время сделать выбор. Давайте вспомним, какие наряды Яна сегодня нам демонстрировала. Первым у нас было черное платье в стиле Коко Шанель. Второй вариант – это кашемировая туника цвета Кэмл. Ну и третий наряд, который на тебе. Что ты выберешь? Выбор за тобой. Я выберу второй вариант – кашемировую тунику. Я так и думал. Отличный выбор. Ну что же, отправляйся в примерочную, ждем тебя. У нее хороший вкус. Да. Да, Яна, это действительно самый лучший наряд из тех, которые мы подобрали. Как я тебе и говорила, твой парень теперь, глядя на тебя, должен очень крепко держаться, чтобы не выпасть из воздушного шара. И думаю, не стоит таким красоткам ходить одним, правда? Ну это точно. Мы пригласили твоего парня к нам в студию. Саша, заходи. О, ты просто прекрасна. Это мне? Ну да. Спасибо. Ну и что, Сань, нравится тебе девушка? Прям от души просто слов нет. Ну я надеюсь, ты теперь будешь посмелее и не будешь мучить ее своими смс-ками два месяца. Ну я постараюсь. Мы сделали все возможное для этого, мне кажется. Ребята, хорошего вам полета. Желаем удачи. И держи ее покрепче. Спасибо, Югорь, спасибо, Вика. Мне все очень понравилось. До новых встреч. Пока. Всего доброго, удачи вам. Ой, как я люблю эти все романтические истории. Ну что, начнем еще одну? Ну, это потом. А пока нам нужно искать новую героиню. Пишите нам на smpsobaka.mozdefistv.ru Увидимся ровно через неделю в скорой модной помощи. Пока. Сегодня модель, мисс России Виктория Лопырева и дизайнер Игорь Гуляев отобрали анкету Яны среди нескольких сотен потенциальных героинь и устроили ей кардинальное преображение. Вполне обычную девушку они превратили в далеко необычную красотку, чей высокий стиль и хороший вкус виден теперь невооруженным взглядом. Новый образ был высоко оценен ее молодым человеком. Теперь он точно не выпустит руку Яны из своей во время свидания. Еще одной счастливой и, что важно, красивой парой стало больше. Редактор субтитров А.Семкин